ну что друзья всем привет сбылась моя мечта я купил лодку salut real craft 470 fish pro хотел снять небольшой обзорчик прицепчик сразу уже прикупил на предыдущих моделях вот этой резиночки не было это очень полезная штука что начнем с носа сразу уже идет по якорную лебедку лодка пришла ну практически стандартной комплектации отдельно было приобретено фиш платформа получается тут якорный рундук на газлифте думаю эти газлифты долго не будут служить но они очень легко меняются на самом деле стоят недорого каждый год менять сливное отверстие стандартные крепления здесь у нас получается это большой сухой рундук усиленный профилем тут ливные отверстия вода уходила вентиляция это уже заводская тут ничего дополнительно не заказывалась дворник дополнительно заказал стекло каленая наклейка тоже идет завода стандартно что понравилось что сделали как обошли получается стык здесь вот он получается здесь проваренный это одно один лист это второй и вот так вот уголком обыграли здесь не видно получается не стыка все как бы классно так вот эти то что черного цвета не алюминиевые прикольно очень смотрится видно покраска такая хорошая что у нас здесь получается я приехал в магазин там в калькуляторе выбрали ну там можно дополнительные опции что-то убирать сидушки а сразу не стал поговорил что можно здесь приобрести установить вот это мне порекомендовали платформу получается сразу чтобы завода сделано здесь он все на резиночке герметично классно сделано вот эту штуку точно не помню но по моему она была в доп опциях но здесь получается везде по периметру идет такой т-профиль под крепления тут получается у нас дверка такая опускается вот еще получается так ну здесь я еще видел врундуки делаю полу не знаю нужны они не нужны ящичек тут это просто отверстие нет уже есть получается прикуриватель мягкая штучка да тоже в предыдущих видел что здесь какие-то залепушки были тут уже получается вот крепление посмотрим если будет болтыхаться дребезжать надо будет что-то с этим делать проклеивать тут получается переключатели с лампочками прикуриватель на 12 вольт вольфметр бензобак пару кнопочек вырез под спидометр выбивается так по проводке по проводке знаю видно будет или нет в принципе так на первый взгляд все как бы аккуратно все заизолировано пока все вот так маленько висит так тут место получается получается у нас это рулевое управление у нас такие кейсы не помню точно в комплекте они идут под аккумулятор и либо мы их дополнительно заказывали полуну в комплекте они идут и пиш про это у нас таких два две сидушки для пассажиров посередине такой достаточно большой рундук заходами влево вправо тоже не знаю буду как то это скорее всего модернизировать хотелось бы место под спиннинги сделать и здесь у нас получается огромный аэратор нас в регионе щуки большие ловятся с аэратором сразу идут получается две помпы комплекте на подачу и на слив воды вот еще в комплекте получается помпа которая принудительная так сначала большой потом маленький ручок так у нас всех патент место под аккумулятор проводка выключение массы это все идет у нас стандартной комплектации с коринолинами это получается сюда заправляем бензин здесь тоже такой аккуратненький лючок это рулевое рулевое управление эти штучки тоже дополнительно заказывались как-то несуразненько они выглядят но я хотел вот эту всю штуку покрасить по периметру в целом как то так в общем что друзья хотел сказать стоимость лодки там получилось порядка 700 тысяч 690 по моему сразу мне порекомендовали дополнительно установить бак на 80 литров чтобы дворник чтобы был до завода это передняя фишку от форма ну по моему все из допов а ну да крепление получается по якорную лебедку на салон это то что с допов все остальное вот это стандартная комплектация все что вы видели здесь пытаюсь вспомнить еще ну да вроде как бы все остальное в стандартной комплектации знаю сейчас у нас осень впереди зима буду делать потихоньку наверно всякие допы не вот такой вот получился обзорчик небольшое буду по ходу выкладывать по ходу тюнинга так скажем лодки буду выкладывать видео вот хотел бы услышать уже тех у кого были лодки металлические алюминиевые какие то может быть подскажете ништяки пишите в комментариях что нужно что не нужно устанавливать потому что знаю что есть какие то вещи которые ну вроде как бы нужны а по факту ими не пользуюсь чтобы не тратить лишних денег вот кому понравилось видео ставим лайки подписываемся на канал впереди много всего интересного